11 января 1922 года инсулин впервые успешно использовали для лечения человека, больного с сахарным диабетом. Именно после этого диагноз перестал звучать как приговор. Тем не менее, с каждым годом таких пациентов становится все больше и больше. Наша, как говорится, эндокринологическая профессура всегда говорит, что мы дождемся того момента, когда сахарный диабет будет пандемией в мире. По статистике, за прошлый год диабет у нас более 4000 больных по Ленинскому району. Причин возникновения этого недуга множество. Диабет первого типа, как правило, наследственное заболевание, возникающее еще в детстве. А вот второй тип является следствием неправильного образа жизни. Вредные привычки, малоподвижный образ жизни, неправильное питание. Ну и, соответственно, избыточный вес, артериальная гипертензия – это тоже является факторами риска в развитии сахарного диабета. Вовремя увидеть, что с организмом что-то не так, помогает диспансеризация, в которую включен анализ крови на сахар. Если показатель выше 6 натощак и более 7-8 среди дня, пациент отправляет на дообследование. Основные симптомы повышенного уровня глюкозы в крови – это чрезмерная жажда, сухость во рту в ночное и утреннее время, кожный зуд, частые позывы в туалет, прибавка массы тела или, наоборот, резкая потеря веса. Чем быстрее начать лечение, тем выше вероятность предотвратить осложнение. Осложнения проявляются как со стороны сосудов, так и со стороны нервной системы. В первую очередь, конечно, мы всегда переживаем за сосуды глаз, страдают сосуды сердца и сосуды ног, которые могут привести к нехорошим последствиям, таким как диабетическая стопа. В Витненской взрослой поликлинике в помощь таким пациентам работает школа диабета, которая помогает вести активный и здоровый образ жизни всем, кто столкнулся с этим коварным заболеванием. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, ВИДН.ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова